Добрый вечер! Последнее воскресенье октября и мы снова в этой студии. Буквально несколько часов до окончания недели. С одной стороны, обычные семь дней, но в то же время, особенно исторические. Можно сказать, и мы будем вспоминать их не раз. Итоги состоявшихся президентских выборов показали нам самих себя. То, насколько выросли, то, каким хотим видеть завтрашний день. Подавляющее большинство голосов получил Шавкат Мерзиёев, выдвинутый движением предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана. А с нынешним избирателем не просто ведь. Одними словами не убедей, что он голосует аргументированно, не ради галочки. Хотя да, проблем у нас еще достаточно. Собственно, никто не обещал их спонтанное решение. Напротив, с самого начала честно было заявлено, что будет сложно. Но другое тоже очевидно. Есть движение в каждой сфере. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям не осталась только на бумаге. За пять лет реализованы важные административные, правовые, экономические реформы. Да и мы уже другие. А главное, понимаем, что никто со стороны не принесет на блюдечке желанную лучшую жизнь. Ее можем создать только сами. Вместе. Общим желанием и выбором, который сделали сами. Президентские выборы. Важнейшее общественно-политическое событие. По сути, определяющее будущее страны. Нового Узбекистана, строящего амбициозные планы и последовательно добивающегося поставленных задач в политике, экономике, на социокультурном, духовном треке реформ. Чтобы в конечном итоге наша с вами жизнь была комфортной и благополучной. Электоральный процесс 2021-го показал, насколько высока гражданская политическая активность и чувство сопричастности узбекистанцев к происходящим коренным преобразованием во всех, без исключения, сферах жизни. В выборах, как известно, приняли участие пять действующих в стране политических партий. Им были созданы равные и широкие возможности. За ходом избирательной кампании впервые в истории Узбекистана наблюдало беспрецедентное число экспертов. В общей сложности порядка тысячи наблюдателей, около 20 международных организаций, а также из 50 зарубежных стран. 1672 представители отечественных и зарубежных СМИ. Столичная Хумуарена на уходящей неделе стала местом символичного события, связанного с итогами выборов. Прошедших в полном соответствии с национальным избирательным законодательством, международными критериями и стандартами, определенными в нем общепризнанными демократическими принципами открытости, прозрачности, свободы и справедливости. Их организовали впервые на основе избирательного кодекса. Его приняли в июне 2019 года. То есть весь электоральный процесс, отмечают международные эксперты, вышел на качественно новый уровень. Атмосфера на мероприятии, посвященном предварительным итогам выборов президента, где собрались активисты и сторонники движения предпринимателей и деловых людей Либеральной демократической партии Узбекистана. А это 5000 человек в Хуму-арене и еще 5,5 тысяч в региональных студиях. Царило особое. Собравшиеся на огромных мониторах наблюдали за онлайн-трансляцией пресс-конференции Центральной избирательной комиссии, посвященной предварительным итогам выборов. А они были таковы. Согласно предварительным данным, во всех избирательных участках по проведению выборов президента Республики Узбекистан проведен подсчет избирательных бюллетеней. Кандидаты в президенты, выдвинутые от политических партий, получили следующее количество голосов избирателей. Кандидат от Социал-демократической партии Узбекистана Бахром Абдурахимович Абдухалимов – 3,4%. Кандидат от Экологической партии Узбекистана Нарзулло Наимович Обламуродов – 4,1%. Кандидат от Демократической партии Узбекистана Милит Киланыш Альшир Келдиевич Ходиров – 5,5%. Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуна Азизовна Варисова – 6,6%. Кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Муроманович Мрзиоев – 80,1%. Согласно избирательному кодексу Республики Узбекистан, кандидат, набравший более половины, то есть свыше 50% голосов, принявших участие в голосовании избирателей, считается избранным в президенты. Опираясь на эти сведения, с удовлетворением сообщаю, что кандидат от Движения предпринимателей и деловых людей Либерально-демократической партии Узбекистана Шавкат Муроманович Мерзиоев, набрав 80,1% голосов избирателей, одержал убедительную победу и избран президентом Республики Узбекистан. Узбекистан Республика Президенту, это сайланганды, маамуну ният билен, малым клемен. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Озвученное в ходе брифинга председателем Центра избиркома сообщение, собравшиеся, встретили всеобщим ликованием, бурными овациями, не скрываемой радостью и гордостью. На мероприятии выступил Шавкат Мерзиоев. Он выразил искреннюю благодарность народу Узбекистана за оказанное ему высокое доверие и поддержку. АПЛОДИСМЕНТЫ Анализируя, что проделано за последние пять лет по строительству нового Узбекистана, более 80% нашего населения приняло участие в выборах. Это говорит о том, что узбекистанцы не безразличны происходящим преобразованием. Нашему народу, однопартийцам, молодежи, нашим детям, дочерям, уважаемым матерям, аксакалам, я выражаю огромную благодарность за поддержку меня на выборах. Выборы прошли в соответствии с признанным мировым сообществом новым избирательным кодексом. О чем это свидетельствует? О том, что сегодняшний Узбекистан не тот, что был вчера. Сегодняшний народ не тот народ, что был пять лет назад. А все потому, что самое большое наше достижение, и я об этом говорю каждый раз, то, что мы своим самоотверженным, упорным трудом, своей небезучастностью к завтрашнему дню еще раз убедили все мировое сообщество в правильности избранного пути. И теперь нет дороги назад. Узбекистан будет стремиться только вперед. Олга поля до Узбекистана. Я хочу сказать дорогому народу одно. В такое тревожное, в такое тяжелое время мы нашли свой собственный путь. Какие испытания мы преодолели. Мы еще ближе стали друг к другу, сплотились и всему миру вновь продемонстрировали, на что мы способны. Все мировое сообщество, смотря на нашу родину, молодежь в ее горящие глаза, видя их жажду к знаниям, небезучастность к завтрашнему дню удивляется. И я, пользуясь случаем, хочу сказать своим дорогим детям, кто будет строить основу нового Узбекистана, третьего Ренессанса, только и только вы. Пользуясь случаем, от своего имени хочу выразить благодарность Центральной избирательной комиссии, членам окружных избирательных участков. Все наблюдатели увидели, насколько изменилось мировоззрение членов избиркомов, что налицо была конкуренция между партиями. Эти выборы для нас были очень большим испытанием. Еще одним свидетельством уверенных шагов по обеспечению демократических принципов. За то, что всем было продемонстрировано, как можно провести выборы, как обеспечить демократические принципы, о равноправии, от своего имени выражаю отдельную благодарность всему Центр-Избиркому, его членам, руководству, председателям окружных комиссий. Пользуясь случаем, хочу отметить, что средства массовой информации, интернет-издания, они особенно в последние полтора месяца в любых ситуациях открыто и гласно освещали события. Звучала критика. И это говорит о том, что наше общество выросло, что люди небезразличны к завтрашнему дню страны. И поэтому еще раз хочу выразить благодарность средствам массовой информации. Быть рядом с вами в эти минуты для меня очень большая ответственность. Все партии участвовали в выборах со своими программами. Конечно, и их стремление – это строительство нового Узбекистана. И хотя победила УЗЛИДЭП, но и у других партий мы возьмем удовлетворяющую людей предложение. Если вчера мы конкурировали, то теперь сплотимся и все вместе будем строить новый Узбекистан. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За предварительные итоги выборов, озвученные сегодня, за доверие, выраженное мне народом, за работу однопартийцев, еще раз хочу выразить глубокую благодарность. Спасибо, что узбекский народ великодушен, за то, что эта земля воспитала меня. Я в полной мере осознаю свою ответственность за обеспечение благополучной жизни, за создание всех условий для народа и особенно подрастающего поколения. Конечно, за пять лет осуществлено множество реформ. За то, что народ мне доверил руководить страной еще пять лет, мы удвоим масштаб преобразований. Я обещаю, что мы построим фундамент третьего ренессанса. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Да, итоги голосования стали отражением преобразования, результаты которых простые люди ощущают в своей жизни. Уверенности узбекистанцев в завтрашнем дне. Это яркое свидетельство поддержки обозначенного курса реформ. Ведь за последние пять лет под руководством Шавката Мерзиёева проделана беспрецедентно масштабная работа. Дух обновления дошел до каждой сферы, до каждого региона. В соответствии со стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах реализованы важнейшие административные, правовые и экономические реформы. За этот период экономика страны выросла на 24%. Промышленность на 34%. Экспорт увеличился в полтора раза, объем иностранных инвестиций в три раза. Воловой внутренний продукт страны достиг 60 миллиардов долларов. Созданы широкие возможности для развития регионов, расширения промышленности и сферы услуг. Появились сотни предприятий и заводов, тысячи новых рабочих мест. Словом, проделана большая созидательная работа. Практическая результативность интереса человека поставлена во главу угла реформ. Реализованы социально-ориентированные программы. Большое внимание было уделено развитию науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства, средств массовой информации и спорта. В преддверии выборов, напомним, была разработана стратегия «Новый Узбекистан», призванная продолжить эту работу, вывести развитие страны и жизнь нашего народа на новый уровень. Цели и содержание программы были широко доведены до избирателей в ходе предвыборных встреч. И, как показывают итоги выборов, наш народ поверил в успех стратегии. А значимость этого события конца октября еще ярче подчеркнула концертная программа. Чем дышишь нынче земля-кормилица? Первый видеоселектор после президентских выборов был посвящен одному из ключевых секторов экономики – сельскому хозяйству. Точнее, вопросом развития кластерной системы, характерно отражающей процессы трансформации аграрной отрасли. Алгоритм обеспечивает цельную производственную цепочку от поля до потребителя и создает новые возможности для увеличения экспорта, повышая доходы за счет роста урожайности. Об актуальности практики президент на селекторе говорил детально. В одном только хлопководстве переработка волокна увеличилась в 2,5 раза и достигла 100%. Производство пряжи увеличилось также вдвое, готовые продукции – втрое. В то же время в системе не без проблем. Основная – устаревший способ финансирования. Сроки рассмотрения предоставления суммы кредитов создают трудности в работе. Прежние подходы будут полностью изменены, чтобы кластерам было максимально удобно. Для повышения продуктивности работы предусмотрено выделять финансовые гратты. А еще со следующего года кластерам предоставят возможность брать кредиты под залог хлопка сырца и волокна. Зерновым и фермерам право свободно продавать пшеницу по рыночным ценам. Дополнительные возможности откроют и для плодоовочных кластеров, для кооперативов. Кроме того, сократят 200 тысяч гектаров низкоурожайных посевных площадей хлопчатника и зерна и предоставят населению в долгосрочную аренду на конкурсной основе. При этом особое внимание уделят малообеспеченным семьям. Умные формулы аграрных задач в комментарии программы. Субтитры создавал DimaTorzok оправдавших себя в мировой практике экономических инструментов. Кластер, как основа инновационного движения вперед, довольно успешно применяется в последние годы и в нашей стране. И как результат переработка волокна увеличилась в 2,5 раза и достигла 100%. Кроме того, производство пряжи увеличилось вдвое, готовые продукции втрое. Их экспорт к концу года достигнет 3 миллиардов долларов. Создано 125 новых предприятий с полным циклом производства общей стоимостью 2 миллиарда долларов и 150 тысяч постоянных рабочих мест. В ближайшие 5 лет планируется повысить урожайность вдвое, а стоимость экспортируемых сельхозтоваров за счет глубокой переработки достигнет 7 миллиардов долларов. Ведущая роль в осуществлении амбициозного плана отводится агрокластерам, потому созданию необходимых условий для их дальнейшего развития уделяется приоритетное внимание. В частности, полностью изменится устаревшая система финансирования. На основе требований сегодняшнего дня будут решаться другие актуальные задачи в этом направлении, так, чтобы намеченное соответствовало возможностям. Эти и другие вопросы широко обсуждались на состоявшемся под председательством президента 27 октября этого года в виде селекторного совещания по вопросам развития кластерной системы в сельском хозяйстве. Мы должны рассмотреть ход реформ в сельском хозяйстве, проблемные вопросы, которые стоят перед кластерами и пути их решения. Самое главное – выгода, выгода и еще раз выгода. Должны быть заинтересованы и кластер, и наш народ. Людям нужны рабочие места, нужна выгода людям. В целом, во всех сферах перейдем на кластерную систему. Разумеется, я отдельно выделяю очень большие средства. Я создам им все условия, но развитие должно быть созвучно с народом. Теперь нужны реформы, новые сорта, новые идеи, новые направления. Знания нужны. Знания, знания, знания. Теперь средства, выделяемые из фонда сельского хозяйства, будут направлены на увеличение урожайности с нынешних 60% до 80%. Также будет выделяться компенсация с бюджета на покрытие кредита, получаемого кластером для взаиморасчетов, в части, превышающей ставку Центробанка. Говоря проще, кредит, получаемый кластером, будет возвращен после того, как сырье будет переработано в пряжу и ткань. Для внедрения этой системы из бюджета будет направлено 10 триллионов суммов. Поэтому фонду сельского хозяйства для повышения урожайности с 60% до 80% до конца года дополнительно будет выделено 100 миллионов долларов. Самая большая задача для реализации на одном миллионе гектаре хлопчатника, закрепленных за кластерами, таких мер, как повышение плодородия и продуктивности почв, переход на новые технологии орошения, защита растений, создание современных лабораторий, обучение фермеров, будут выделяться финансовые гранты в размере 1 миллиона суммов на каждый гектар хлопковых полей. Всего из бюджета будет направлено 1 триллион суммов. Необходимо увеличить уровень переработки пряжи в кластерах с нынешних 50% до 70% в следующие два года. Если мы этого не сделаем, то с точки зрения уровня ВВП, который мы ставим перед собой, а это каждый год, начиная со следующего, обеспечения роста до 10%, то мы не сможем на деле достичь намечаемых цифр валово-внутреннего продукта в течение пяти лет. Для кредитования проекта в этих целях дополнительно будут выделены средства в 100 миллионов долларов. Вот по второму вопросу 150 миллионов, и еще 100 миллионов, всего 250 миллионов долларов. В этом случае будет и пополнение бюджета, и рабочие места, и доходы. Благодаря инновационному подходу повышается и производительность. Многие кластеры в этом году собрали 35-40 центнеров хлопка с гектара, но это всего лишь начало раскрытия солидного потенциала в отрасли. Идея кластерного подхода в производстве сельхозпродукции вообще в аграрном секторе была пять лет тому назад поставлена в повестку дня нашим уважаемым президентом. И вот этот период, прошедшие пять лет, были созданы все условия для того, чтобы вот эта модель хозяйствования, новая модель хозяйствования в аграрном секторе, она развилась, встала на ноги и показала свои пока предварительные базовые результаты. На примере нашего кластера, я приведу несколько цифр, завершается третий полный год нашей деятельности. И когда мы начинали здесь свою работу, урожайность по хлопку в Кучучевском районе составляла в районе 11-12 центнеров. В этом году мы выращиваем хлопок на площади 11 тысяч гектаров и ожидаем валовый урожай в объеме более 44 тысяч тонн. Это означает, урожайность составит около 40 центнеров. Я думаю, здесь комментарии излишни. Еще один важный аспект, то есть в плане урожайности, еще один важный аспект деятельности кластера – это количество создаваемых рабочих мест. И здесь важно, не просто рабочие места важны, важны, чтобы это были постоянные рабочие места. Когда мы здесь начинали деятельность, в фермерских хозяйствах на постоянной основе было трудоустроено всего около 900 человек. Это цифры статистики, их можно посмотреть. На сегодняшний день количество персонала, который работает в нашем кластере на основании трудовых договоров, то есть обеспечен весь соцпакет, отпуска, больничный и так далее, составляет 8300 человек. То есть разница ощутима. Эти люди ежемесячно получают заработную плату, стабильно. Более того, очень важный аспект деятельности любого кластера – это объем налоговых выплат в бюджете, потому что за счет налогов, вы сами понимаете, формируются вообще возможности по социальной поддержке населения. И в данной области, я думаю, тоже предварительные результаты показывают эффективность этой модели хозяйственной, потому что в совокупности по сельхознаправлению, в Кучевском районе, по итогам 2018 года объем налоговых выплат, по данным статистики, составлял около 8 миллиардов сумм годовых выплат. По итогам 2020 года совокупный объем налоговых платежей от предприятия нашего кластера составил 45 миллиардов сумм. По итогам 2021 года мы ожидаем увеличения этой суммы до 60 миллиардов. То есть вот это, скажем так, результаты, показатели эффективности вот той модели хозяйственной и правильности политики, которую определил у нас уважаемый президент. И он не только создал условия для реализации вот этой идеи, он постоянно на системной основе очень внимательно поддерживает развитие вот этой отрасли. Регулярно мы чувствуем его внимание к себе. На совещаниях, когда он выезжает в регионы, постоянны кластеры в поле зрения. Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они все проблемы находят свои решения. Глобальной проблемой для нас оставались вопросы финансирования, но даже они вот на прошедшем видеоселекторном совещании нашли свое фундаментальное решение, когда были поистине революционные обозначены меры государственной поддержки, которые, мы уверены, позволят вывести деятельность кластеров на новый уровень, на качественно новый уровень. Мощный стимул деятельности также придает выделение финансовых грантов на улучшение плодорудия почвы, переход на новые технологии орошения и другие меры. Общий объем земельного банка, на котором осуществляет наша деятельность, наш кластер, составляет 30 тысяч гектаров орошаемой земли. 11 тысяч гектаров – это площадь, на которой мы выращиваем хлопчатник, по 1 миллиону на гектар – это 11 миллиардов. Это очень большие средства, которые при грамотном планировании и грамотном инвестировании, основанном на научном подходе, позволят реализовать сразу несколько проектов именно инновационного характера. Я озвучу лишь несколько из них. Это вот все, что связано с внедрением водосберегающих технологий. Мы в этом году на площади 1200 гектаров с помощью израильских партнеров внедрили систему капельного орошения и выращивали хлопчатник на этой площади. Система полностью автоматизирована и позволяет в режиме реального времени отслеживать объем воды, которая подается на каждый контур. В два раза сокращается объем подачи воды. Но что не менее важно, улучшает очень экономические показатели выращивания хлопчатника. То есть совокупность, общий объем затрат сокращается почти на 40%. Мы экономим на внесении минеральных удобрений, мы экономим на защите за растения, мы экономим на количестве заходов туда техники. И, соответственно, это позволяет нам работать по себестоимости и получать большую маржу от выращивания хлопчатника уже на уровне производства сырца, не говоря уже о дальнейшей глубокой переработке. И очень важный аспект деятельности любого сельхозтоваропроизводителя – это защита растений. В этой области, уважаемым президентом, неоднократно ставился вопрос о внедрении инновационных технологий. И сейчас вот эта преференция, которая дается, они позволяют кардинально изменить наши взгляды на защиту растений. К сожалению, в последние десятилетия при защите растений использовалось очень много ядохимикатов, что, в свою очередь, очень негативно сказывается на естественном агрофоне. И наряду с вредителями погибают также и полезные насекомые. То есть нарушается баланс. Сейчас мировой тренд – это переход на защиту растений по БМИ методам. Это так называемые энтомофаги, это вот трихограмма, браконы и так далее. У нас в республике определенная научная база в этом плане имеется, но номенклатура выпускаемых энтомофагов, она ограничится тремя-четырьмя видами. А современные лаборатории, биолаборатории в мире, они выпускают более 20 видов энтомофагов. То есть есть контрмера от каждого вида вредных насекомых. И сейчас вот в этой области у нас тоже работа ведется. Мы в следующем году планируем еще запуск современной биолаборатории, в которой будет широкая линейка энтомофагов выращиваться. Еще более высокотехнологичное направление защиты растений – это микробиология. То есть это направление, в котором выращиваются микроорганизмы, бактерии, которые являются смертельными для вредных насекомых. Это инновации, которые должны быть у нас в аграрном секторе. И сейчас для развития вот этого направления при поддержке нашего президента создаются все условия. Отныне кредиты к лассерам будут выделяться не как раньше на 11, а сроком на 24 месяца, а их льготный период будет увеличен с 11 до 18 месяцев. Сложность была в чем? Агротехнические мероприятия по выращиванию хлопка начинались в октябре, но финансирование выделялось в марте месяце. То есть 5 месяцев сельхозпроизводитель должен был каким-то образом выкручиваться. Он должен был выкручиваться, другого слова здесь нет. Что он делал? Он экономил на объеме минеральных удобрений, он экономил на качестве выполняемых агротехнических операций и так далее. Сейчас мы имеем возможность все делать вовремя. И это, безусловно, уже в следующем году покажет свои результаты. Финансирование начинается в октябре и продолжается в течение всего периода выполнения агротехнических операций. Кредиты выделяются на 24 месяца. То есть два раза увеличен срок выдачи кредитов. Для чего это сделано? Срок выращивания хлопчатника 10-11 месяцев. Сельхозпроизводитель элементарно не успевал обернуть свои средства. Ему уже приходилось рассчитываться с банком. Понятно, что он, опять-таки, урожай уже на корню продавал. Заранее брал авансы, фьючерсные сделки, в которых цена получалась гораздо ниже, чем на спотовом рынке. Сейчас есть возможность спокойно вырастить урожай, собрать его, спокойно его переработать и получить максимальную маржу. Это, безусловно, оказывает очень серьезное влияние на повышение эффективности деятельности сельхозпроизводителя. Уровень переработки пряжи в классах к концу 2023 года вырастет с 50 до 70%. Для этого государство выделит 150 миллионов долларов на агранты для покупки оборудования для покраски тканей и производства смесовых тканей. Для поддержки экспорта крашенных тканей и готовой текстильной продукции будет открыта кредитная линия с низкими ставками на 100 миллионов долларов. Расширяющиеся возможности в отрасли значительно ускорили процесс ввода новых производственных мощностей, что можно видеть и на примере вот этого объекта в Куйчерчихском районе столичной области. Строительно-монтажные работы ведутся полным ходом. Предприятие планирует оснастить современные технологические линии, которые позволят производить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, начиная от пряжи вплоть до трикотажных изделий. Общая стоимость проекта 140 миллионов евро. В совокупности в рамках этих стильного комбината будет реализовано и построено 4 фабрики, то есть предельная фабрика, ткацкая, красильная и швейная фабрики. В целом по завершении проекта будет создано 4600 рабочих мест, планируется. Только на первом этапе, на этапе предельного комплекса, будет создано 850 рабочих мест. Это качественные рабочие места, очень высокотехнологичные. 100% продукции планируется направлять на экспорт. Уже после запуска первого этапа проекта, предельного комплекса, годовой объем экспорта превысит 75 миллионов евро. Текстильные предприятия, экспортирующие не менее 80% своей продукции, в течение трех лет будут платить социальный налог по 1% ставке вместо нынешних 12%. Это дает нам возможность увеличить объемы выплат персоналу, создавать им дополнительные условия, что будет привлекать сюда компетентных людей, будет привлекать сюда молодежь, которая будет видеть перспективу здесь и дальше уже стремиться обучаться в этом направлении, расти и развиваться. Это очень важно. Очень серьезные преференции предоставлены по налогу на имущество. Как вы видите, огромный имущественный комплекс, много зданий, сооружений. Соответственно, в этой области те, кто экспортирует свыше 80% собственной продукции, будет возможность получать отсрочку по налогу на имущество на период до трех лет. Это очень серьезная возможность нарастить свой оборотный капитал. И использовать эти ресурсы в этот период, этот трехлетний период, на развитие, на расширение своих производственных мощностей. И очень серьезная поддержка экспортерам предоставляется в плане продвижения продукции на зарубежных рынках. Это сейчас очень важно, потому что сегодня в условиях глобализации идет конкуренция уже не только между компаниями, идет конкуренция между государствами, между странами. И вот эта пандемия, создав много проблем для производителей, в том числе для нашего сектора, она, в свою очередь, открыла новые возможности. Потому что с рынка ушли традиционные игроки, которые не выдержали конкуренцию. На рынке открылись новые места, новые возможности. И вот в этих условиях, вот с такой господдержкой, которая сейчас есть у нас, у кластеров есть все возможности, чтобы выйти и занять место на этих нишах, которые освободились, и закрепиться там. Сегодня есть для этого все возможности. Нужно работать. Немаловажное значение имеет модернизация сельхозтехники. Для поддержки фермеров и кластеров со следующего года выплаты по кредитам на ее приобретение в части, превышающие 10%, будет покрываться государством. Кроме того, импортное оборудование, комплектующие и запасные части будут освобождены от уплаты таможенных платежей сроком на 3 года. В результате кластеры фермеры смогут сэкономить до 35% средств при закупке техники. Сроки таможенных процедур сокращаются, расходы на таможенную очистку сокращаются, что увеличивает гибкость, мобильность наших комплексов. Потому что, как вы понимаете, валютно-курсовые разницы, сроки поставки, логистики, сейчас в условиях пандемии, они имеют проблемы, во всем мире эта проблема есть. Вот эти вот преференции, которые предоставляются, они облегчают таможенную процедуру, ускоряют процедуру таможенной очистки и позволяют быстрее реализовывать наши технологические процессы. Отдельное внимание во время виде селекторного совещания было уделено деятельности хлопково-текстильного кластера в Аллатском районе Бухарской области. Не ошибусь, если скажу, что эта встреча наметила революционный поворот в дальнейшем развитии сельского хозяйства и лёгкой промышленности Узбекистана. Руководитель страны представил нам концепцию развития в последующие пять лет в этом плане. В частности, поставлена задача по производству тканей, смешивая натуральные и искусственные нити и на этой основе одежду. Показывая нам правильную дорогу, создает также и необходимые широкие условия для этого. Например, будут предоставляться таким предприятиям государственные гранты, потому что для подобного производства требуется в полтора-два раза больше технологического оборудования, чем для обычных натуральных тканей и изделий. Таким образом снижается нагрузка для производителей путем покрытия этих дополнительных средств для приобретения данных технологий. Что обеспечит инновационный прорыв в отрасли, и мы, производители, внесём свой вклад в этот процесс. Да, кардинально меняются подходы, ставка делается на самое передовое в мире, дабы наиболее полно задействовать все имеющиеся возможности. А они, как показывает сама жизнь, очень широкие. Всесторонняя поддержка и сильная мотивация делают этот процесс эффективным и многообещающим. Продолжается переход к рыночным отношениям в производстве и продаже зерна. Со следующего года зерновые кластеры и фермеры получат право свободно продавать пшеницу по рыночным ценам. При этом кластеры и фермерские хозяйства должны будут в течение трёх лет выставлять две с половиной тонны зерна с каждого гектара на биржевые торги, а оставшуюся часть урожая смогут продавать по своему усмотрению. Зерноперерабатывающие предприятия в составе Уздон Махслот будут выставлены на аукцион для создания на их базе зерноводческих кластеров. Новые механизмы и подходы, помимо экономических перспектив, несут ещё один мощный импульс – рост сферы, а также занятость населения. И не только о хлопководстве и зерноводстве речь. Дополнительные возможности предоставляются и для плодо-овощеводческих кластеров и кооперативов. В частности, на их оборотный капитал Фонд поддержки сельского хозяйства выделит кредитные ресурсы поставки 10% сроком на один год. В нашей Наманганской области до внедрения кластерной системы урожайность в хлопководстве составляла 24 ценнера с гектара. На сегодняшний день этот показатель возрос уже до 35 ценнеров. То есть с 63 тысяч гектаров поднимается дополнительно более 60 тысяч тонн урожая. Это всё позитивно отражается на создании новых производственных мощностей, постоянных рабочих мест, повышении доходов. Очень широкие возможности руководителям страны предоставляются и для финансирования развития плодо-овощеводческих кластеров. В частности, это выделение кредитных ресурсов поставки 10% сроком на один год. В целом выдвинуты предложения и инициатива по решению более 30 важных вопросов в этом плане. Определены задачи по глубокой переработке сырья и экспорта уже готовой продукции, что создаёт дополнительные возможности для кластеров, в том числе ведущих свою деятельность в Наманганской области. По разработке планов, к примеру, по увеличению экспорта от сегодняшних 450 миллионов долларов до 600 миллионов долларов, а в следующем году до 1 миллиарда долларов. И мы обеспечим неукоснительное исполнение поставленных в этом направлении задач. Со следующего года среди страховых компаний будет проводиться конкурс по страхованию овощей и фруктов от погодных рисков. Для кластеров и фермеров с экспортными контрактами 50% страховой премии будут покрываться государством. Планируется сократить 200 тысяч гектаров низкоурожайных пассивных площадей, хлопчатника и зерна. Они будут предоставляться населению в долгосрочную аренду на конкурсной основе. При этом особое внимание будет уделяться малообеспеченным семьям. Для чего на оплодо-вощеводческие проекты на сумму до 100 миллионов суммов будут предоставлены кредиты на условиях программы «Каждая семья-предприниматель». Также предусматривается предоставление льгот на лазерное нивелирование, посадку новых устойчивых к болезням сортов агрокультур, развитие семеноводства, применение водосберегающих технологий. В целом на эти цели предполагается направить 25 триллионов суммов ежегодно. То есть учитывается все. От эффективного размещения культур до логистических требований заказчиков, а это в свою очередь означает актуальность продукции, новые рынки сбыта и высокую доходность с каждого квадратного метра земли. Веление времени, которое не ждет. И только шагая в ногу с ним, а иногда и немного опережая его, можно достичь поставленных перед собой целей. Кластеры, льготы, преференции, стратегии. У каждого периода свои штрихи, термины, ключи. Как своеобразная IT-карта, они расскажут о том, чем живет время и что его заботит. На этот вопрос ответит еще одно понятие. Латинское слово «innovatio». Переводится как «в направлении изменений». Но это не любое новшество, а только то, которое очевидно повышает эффективность действующей системы. Эта задача мотивировала и рождение несколько лет назад идеи о создании инновационного учебно-производственного технопарка в студенческом городке столицы. И не случайно по этому адресу «Средоточие молодежи» — это то, что нужно здесь и сейчас. На территориях, где интегрированы три вида деятельности — образование, наука, производство — студенты могут ознакомиться и испытать на практике современной технологии и технику. Участвовать в процессах проектирования и производства готовой продукции, что поможет закрепить теорию и генерировать новые идеи. Знаете, проект стоит того, чтобы хотя бы взглянуть. Я его видел. И, честно, по-доброму позавидовал сегодняшним студентам. Попади я в пору юности, в похожее место точно бы ушел в науку. Смотрите, они там и изобретают, и учатся новому, и деньги за плоды своих трудов получают. Фантастические условия. Президент, посещая недавно технопарк, так и сказал, пять лет назад мало кто из молодых людей имел доступ к таким центрам и лабораториям. Ну а те, кто мог, был без достаточных средств для своих проектов, потому что на науку денег не было. Но вместе с тем, отстроить такие центры — это полдела. По мнению руководителя страны, необходимо научить молодежь производить и, главное, продавать востребованную продукцию на рынке. До чего дошел прогресс. Материал программы. Наука и инновации сферы, имеющая стратегическое значение для роста страны. В последние годы был целый ряд импульсов к ее развитию. И сегодня, говорят, изменилась даже сама атмосфера. Появился тот самый научный креатив, который толкает к новому. А еще появились вполне конкретные стимулы. Зарплата ученых увеличена в три раза. Обновлена материально-техническая база научных организаций. Выстроен процесс коммерциализации, когда за хорошую идею получаешь хорошие деньги. Объем финансирования одного исследовательского проекта увеличился в три с половиной раза. Впервые сформирована система поддержки стартап-проектов за счет государственных грантов. Самый главный вопрос – это насколько изменилось отношение к науке сегодня у нас. Не секрет, что раньше были проблемы. Сейчас решены ли, какой потенциал, как молодые ученые вовлекаются в этот процесс. Последние пять лет в Узбекистане сильно изменилось отношение к науке. Это, конечно, в первую очередь руководство страны уделяет большое внимание. Экономика в Узбекистане базируется на научном развитии и инновационном развитии. И в последние годы что изменилось? Я бы сказал, в первую очередь у людей появился интерес. Потому что раньше возможностей не было. Различные лаборатории появились новые. Обеспечение материально-технической базы этих институтов. И новые направления, таких как искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии. И сейчас мировые тенденции развиваются очень быстро. И у нас тоже это направление есть. Во-вторых, с указом президента определены, что каждый разработчик получает 70% дохода от коммерциализации, от своего разработка. Люди получают какие-то доходы, реальные доходы. Раньше это не было возможно. И еще я добавил чувство свободы в науке. Раньше ездить в какой-то конференции, получать эти средства, нельзя было тратить на таких поездках, участие в конференциях. А сейчас указом президента все разрешено. И это отражается в международных рейтингах. Выверенные шаги позволили стране в глобальном инновационном индексе подняться на несколько пунктов. Так, в 2021 году Узбекистан занял 86 место из 132 стран на 7 пунктов выше, чем в 2020 году и на 36 пунктов выше, чем в 2015 году. По некоторым индикаторам мы вообще-то попали в топ-10 стран. К примеру, развитие человеческого капитала, введение бизнеса, создание институтов научных, инфраструктуры. Они дают очень большие плоды. Очень большие, потому что создаются условия, и каждая инновационная идея превращается на какой-то большой бизнес. И этот бизнес, конечно, выливает в экономику очень большие деньги, большие финансы, большие прибыли. И это лишь начало. Перспективы большие, ведь утверждена концепция развития науки аж до 2030 года. Руководитель страны, как инициатор этих процессов, постоянно уделяет внимание именно эффективности, чтобы за рейтингами и динамикой были не просто красивые цифры, но вполне конкретная польза людям, экономике, стране. На Мангане, когда визит был, президент первый раз сказал, чтобы люди сегодня чувствовали в своей жизни инновации. Он поручил, чтобы мы взяли какой-то район и сконцентрированно работать, туда внедрить, во-первых, простых, но умных решений, что вот, например, умные светофоры, умные дорожки. Кроме этого, очень много разработок, ученых, мы должны дать деньги. Они создали маленькие инновационные компании, обеспечили рабочие места новые. Мы где-то 113 проектов внедрили в этом году. Но это начало. Дальше мы 10 лет будем сконцентрироваться, работать инновацией, рабочие места, инновацией, рабочие места. Говорят, гены – сильная вещь. Так вот, в нас течет кровь великих изобретателей, ученых. Нужны лишь условия, не только финансовые. До недавнего времени не было в стране площадки, чтобы молодежь могла экспериментировать. Теперь есть по лучшим стандартам лучших стран. Инновационный технопарк развернулся на территории студенческого городка. Продолжение следует... Знакомьтесь, это инновационный учебно-производственный технопарк. Трехэтажное здание, передовые технологии в электро- и робототехнике, энергетике, биотехнологиях. На первом этаже – лаборатории сварки, электроэрозионные обработки, обработки дерева и пластмассы, комнаты для стартапов. Этажами выше – учебные классы и каворкинг-пространство. Кабинеты робототехники, стандартизации, спортивные залы, библиотека и офисы. То, что нужно, чтобы максимально эффективно интегрировать образование, науку и производство. Здесь, в стенах, создание технопарка комментируют по-разному. Путь науки, новый взгляд на мир, зрелый образ мышления. Важно одно – здесь идеи рождаются, получают научные обоснования и превращаются в ценный продукт. Именно поэтому на этот технопарк, построенный по предложению главы государства, возлагаются большие надежды. Во время личного визита сюда президент ознакомился уже с запущенными процессами, расспросил о планах, пообщался с молодыми учеными и студентами. Пять лет назад мало кто из молодых людей имел доступ к таким центрам и лабораториям, прозвучало в тот день. А те, кто мог, не имел достаточно средств для своих проектов, потому что на науку не было денег. Теперь необходимо научить молодежь производить и продавать востребованную на рынке продукцию, используя вот эти условия и оборудование. Если они начнут зарабатывать, у них появится стремление. Они посвятят себя этой сфере, сказал Шавкат Мерзиёев. Хотелось бы отдельно обратить внимание на расположение данного инновационного технопарка. Он расположился именно в центре студенческого городка, где 50 тысяч студентов на сегодняшний день обучаются и ведут свою инновационную деятельность. В себе воплощает все необходимые самые последние технологии и возможности, которые дают развиваться не только в одном направлении, но и в нескольких направлениях. Руководитель страны не так давно посетил. И на что именно он обратил в первую очередь внимание? В первую очередь было отдельно уделено внимание на то, что на сегодняшний день данный технопарк был таким объектом для восхищения, а именно работу функционировал полноценно, как это планировалось. Если вы обратили внимание, у нас технопарк в разных цветах направлен. И именно мы сейчас по синему цвету направляется. Это означает наш производственный участок. Это по мехатронике, механическому обработке. Здесь более чем 28 разных типов машин, около 140 разных видов машин. Здесь мы технологии именно расположили таким образом, что начиная от самого простого мы идём постепенно переходим к сложному. Здесь у нас роверная машина, которая обрабатывает и подготавливает дерево, древесину и пластмассу. Следующий станок у нас токарный станок, который на сегодняшний день, я думаю, во всех производственных мощностях у нас в Узбекистане есть. Очень немаловажно, что на сегодняшний день у нас в Узбекистане, в Черчаке перешли на полноценное производство всего этого. И самое интересное здесь, они используют разные листы, которые можно использовать в 4 раза больше, чем обычные. В мире стремительно развиваются мехатроника, биотехнология, робототехника, программирование. Теперь у наших талантов есть полноценная возможность идти в ногу с современным миром. И более того, здесь полностью сформирована вся цепочка от зарождения идеи до воплощения готового продукта. Поставили все станки таким образом, что всё, что необходимо для изготовления, допустим, пресс-формы, вот у нас идёт уже следующим. Такой станок, я помню, у нас в школе такой был, конечно, без тысячи таких функций, но вот это я помню точно. Здесь все наши станки в основном привезены из-за рубежа. Это Япония, Турция. Это самые последние технологии, поэтому мы хотели максимально приблизиться с реальным производственным процессом, который помогает с лёгкостью, без каких-либо проблем, уже перейти по специальности. Здесь у нас отдельная шлифовальная машина, отдельный участок сварки, в котором есть 4 разных вида сварок. Уже есть определённые заказы для наших резидентов, которые могут они уже производить. То есть они не только учатся, они ещё и работают, и зарабатывают. Именно. Этим именно и отличается технопарк от всего остального. В технопарке в процессе подготовки определённого заказа, определённого продукта студенты учатся. Это им даёт ещё больше возможности ознакомиться со всеми необходимыми навыками и при этом заработать. И при этом зарабатывать. Наверняка есть молодые люди, которые буквально им дали возможность, они за полгода создали какую-то идею, которую до этого раньше никто даже не догадывал. Да, таких примеров очень много. Мы начали полтора года уже финансировать стартап-проектов. Например, в Узбекистане импортируют очень большое количество пектина. Пектин – это кондитерские фирмы, кондитерские изделия, всегда требуют вот этот пектин. А у нас водоводство развито, а когда выжимается сок, остаётся там остаток от этого выжимки. Там очень большое количество пектин. Но мы не используем это. Стартаперы предложили, мы профинансировали. Сейчас 6 тонн в год они выпускают пектин, продукт, который очень важен для Узбекистана. Перерабатывают то, что раньше мы в животноводство пускали или вообще выкидывали. Даже выкидывали. Вот один из примеров. Кроме этого, например, наночастицы. Один из наших стартаперов, используя нанотехнологии, создал новый фильтр, который и убивает всякие вирусные инфекции тоже. Вот почтители, которые на обычных фильтрах. Их проблема в том, что они задерживают микробы, бактерии, вирусы, а ультрафиолет, озон приносят вред человеку. Ионизаторы. Мы решили разработать своё. Разработали данный нано-порошок. Когда на него свет попадает, через него воздух проходит, микробы, бактерии, вирусы полностью уничтожаются. Начали думать над корпусом. Решили пресс-формы сделать. 40 тысяч долларов, это большие деньги. Мы взяли акрил, такой материал, и с помощью специальных методов начали делать корпуса. И начали уже выпускать и продавать данную продукцию. И как она работает? Грязный воздух поступает отсюда. Он проходит первую ступень от тиски, то есть большие тискички пыли, потом мелкие. Здесь уже нано-покрытие. То есть здесь уже уничтожение микробов, бактерий, вирусов. Влазняется и выходит влазный воздух. Раньше мы ходили, то есть искали места, где порезать этот акрил. Сейчас у нас появился технопарк. Мы уже можем сами здесь вырезать. Вот на этом оборудовании? Да, это лазерный станок. Он именно на пластмассе. Интерес есть? Заказы есть? Интерес есть. Мы уже на 50 тысяч долларов продали, уже интернет-магазин открыли. Сейчас мы уже над новыми проектами работаем. Сейчас улучшаем. С помощью этого технопарка будем газовать новые модели. Где-то 500 миллионов, полмиллиарда уже, он продал этот стартап продукт свой. Вот это фильтры. Здесь, в Узбекистане, он получил первое место в Израиле, как стартапер, и первое место в Сколкове, как стартапер. Президент поручил, чтобы мы создали большой завод для этого стартапа, что это молодые люди сами стояли до бизнеса. Они большой бизнес сами организовали, потому что идея еще. Именно для этого как раз у нас в территории нашего технопарка расположился отдельный коммерческий банк, есть отдельный центр интеллектуальной собственности, есть отдельный центр государственных услуг. Это все для того, чтобы создавать все необходимые условия для наших резидентов и для наших молодых ученых. Направление для нас новое. В этой связи, чтобы не изобретать велосипед, как говорится, решено воспользоваться опытом страны-партнера. Работу нашего данного технопарка будем вести совместно с нашими турецкими коллегами. Мы привлекаем их как управляющую компанию, которая будет помогать управлять данный технопарк. Технопарк Илдыс является самым лучшим технопарком Турции, Турецкой республики, вот уже последние несколько лет. И у них есть опыт, более 20-летний опыт в управлении технопарками. Мы хотим превратить этот проект в эффективный технопарк, где будут производиться продукты с добавленной стоимостью. А результаты научных исследований будут реализовываться на рынке. Нас пригласили в качестве консультанта. По нашему опыту очень важно взаимодействие научных исследований, промышленности с обществом и государством. В Узбекистане наблюдается такая цепочка взаимосвязей. Государство выступает своего рода главным инвестором и является опорой науки и инноваций. И это очень важно для будущего отрасли. Наличие высокотехнологичных лабораторий необходимой инфраструктурой – это беспрецедентные возможности. Мы стремимся сделать каждый этап работы команды технопарка полезным, особенно для молодежи. В офисе, расположенном на втором и третьих этажах, комфортные условия. В качестве отдачи от команды ждут только эффективных исследований и разработок. Наша самая большая цель – коммерциализация. Инновационная продукция должна быть нацелена на решение существующих проблем, выгодных для экономики и промышленности Узбекистана в соответствии с требованиями рынка. Фактически, мы очень рады установить новые партнерства между Узбекистаном и Турцией. В течение следующих от трех до восьми лет турецкие специалисты поделятся своими знаниями и опытом с командой технопарка. Думаю, что в короткие сроки Узбекистан достигнет больших успехов, на что у Турции ушло порядка 20 лет. На этой основе появится единая для всех технопарков система управления. Проекты, которые здесь будут создаваться, их необходимо обучать, как правильно презентовать свои проекты, как правильно подавать на разные виды гранты зарубежные, как правильно их в дальнейшем продвигать на рынках и как правильно их обучать. Мы можем даже назвать данный технопарк как модель для остальных наших технопарков, которые мы уже создали и создаем по всей республике. Вот еще важно. В инновационном технопарке за прохождение практики плата со студентов не взимается. Для резидентов введены налоговые льготы. И потому интерес огромный. Может быть, именно поэтому в стенах технопарка кажется, будто само время бежит по-другому. Атмосфера возможностей, в которых масштабные инновационные проекты из чертежей воплощаются в реальность. Приближая нас, главной целью не просто выдержать колоссальный темп развития страны, но задать технологический тон и в итоге выйти в ряд развитых стран. Потенциал-то огромный. Многое, что дал нынешний век, когда-то казалось невозможным. Но было бы желание, как говорится. Вы смотрели Тахлил-Наму. Хорошей вам недели, приятных новостей. Итоги подведем через 7 дней. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин